Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Прошу объяснить правильность фразы «молиться за кого-то». Я всегда считал, что мы от своего лица просим милости Божьей для того человека, за которого молимся. А сегодня меня пытались приубедить, что молиться за кого-то – это молиться от лица того человека, за него же самого, если он сам не может или не умеет. Такая заместительная молитва. Что можно из-за другого купаться в источниках и давать милостыню. Все это вмениться тому человеку, как если бы он сам делает. Но возникло сомнение в правильности всего этого. Прошу объяснить. Спаси Господи. Татьяна. Хороший вопрос. Великий могучий русский язык. Потребляя один и тот же предлог, может привести к совершенно разным смыслам. Потому что мы часто так говорим – молиться за кого-то, предполагая, что мы будем молиться о ком-то. А в некоторых случаях можем подумать, что вместо кого-то. Или о, или вместо. Естественно, контекст этой фразы предполагает, конечно, о здравии, об упокоении, как мы пишем в записках. Батюшка, помолитесь за воина Николая. Это не значит, что я сейчас, как духовный аватар, сейчас помолюсь за Николая, представляя, что я он. Дело за него то, что он не делает. Это кто-то пересмотрелся Джеймса Кэмерона. Нет, это так не работает. Хотя буквально сегодня меня одна мама спрашивала в соцсетях, батюшка, «А как долго я должна читать последование перед причащением и поститься три дня перед причащением моего новорожденного ребенка?» Я понял, что вопрос задан именно в этом контексте, потому что фраза «помолиться за ребенка» была понята именно таким образом. Помолиться вместо него. Как бы восполнить оскудевающее. Ребенок помолиться не может, ведь надо же обязательно прочитать три канона, три дня попаститься, а лучше всю неделю на вечерней службе побывать и так далее. Ребеночек не может, он еще и стоять-то не может, еще первых шагов не сделал, поэтому надо все сделать за него, вместо него. И тогда Господь каким-то таким духовным образом твои заслуги запишет ему. Это какой-то чистый католицизм с его индульгенциями и заместительной благодатью, который, кстати, вошел в наш всеми любимый текст жития Василия Нового и Матарста Блаженной Феодоры. Когда твоих собственных заслуг не хватает, тут прибегает твой духовник и дает мешочек добродетели, которого очень-очень много, а у тебя очень-очень мало. И как бы замещают своими твои. Это католицизм в чистом виде. Есть такое лжеучение о сверхдолжных заслугах. Можете внимательно где-то почитать об этом, какой-нибудь католической энциклопедии, или, скорее всего, в сравнительном богословии наших авторов. Или, например, Василия Васечка, Валентина Васечка, или отца Максима Козлова. И вот эти заблуждения приходят в нашу церковь, в наши умы. Такого быть не может. Поэтому помолиться за человека – это значит сказать, «Господи, спаси и сохрани его, подай ему здравие, долгоденствие и все самое хорошее во славу свою». «И да будет воля твоя, Господи». Написать записку на псалтирь, на проскомидию, на молебен или на панихиду, если речь идет о молитве за человека. Наверное, еще заражение язычеством здесь играет некоторую роль, потому что, когда мы молимся, даже не молимся, когда мы приходим на кладбище к нашим усопшим родным и там устраиваем пикник на могилке, такая странная русская традиция, мы думаем, что ту еду, которую мы сейчас съедим, каким-то неведомым образом съест и умерший. Как-то вот мы сейчас все это, все эти яички, все эти кулички погрызем, водочкой запьем, и все это переместится дивным образом у отчрева, духовно-чрева, что там у них, наших усопших родных. Поедят наконец-то, а то снятся они нам голодные. Приди там, покорми меня, голодно, мне здесь холодно. Конечно, если там сам не причащался, и ты даже не знаешь, что это такое. Может быть, отсюда идет такое поверье. Помолиться за усопшего, это значит помолиться вместо него. Поесть вместо него, молитву почитать вместо него, чтобы они зачлись зиму. Нет, так не бывает. А что же бывает? Еду зачем уносим на кладбище? Чтобы голодные эту еду взяли, бездомные, живущие на улице, и поели. И сказали, Господи, упокой душу, рабатывай, вот что имя, на кресте написано, на табличке, на памятнике. А лучше в руки дать. Аккуратненько разложить, не так, чтобы вороны прибежали, и мышки полевые все это сами съели. Попирай еду, тобой принесенную. Это тоже грех, между прочим. Грех небрежного, пренебрежительного отношения к еде. Когда ты на кладбище принес, положил, и все это испортилось. А зачем ты положил, спрашиваешь? Ну, так положено. Бабушка сказала, она была мудрым человеком. В церковь ходила и молилась каждый день. Хорошо, что молилась. Плохо, что совета давала. Это проявление любви к ближним. Все заупокойно молитвы. Это проявление любви к нашим заупокойным родным. Не вместо них, а о них. Когда ты молишься, ты становишься немножко лучше. Когда ты даешь другим то, чем обладаешь сам, и, может быть, и съел бы сам с удовольствием, ты становишься немножко лучше. Ты делаешь дела любви. И поскольку мы с нашими усопшими родными все еще звенью одной цепи, улучшение духовной жизни внуков и внучек влияет на загробную участь наших дедушек и бабушек. Потому что они становятся дедушками и бабушками праведников. Пусть еще таких недоправедников, но, во всяком случае, находящихся на верном пути. Чем больше будет в нашей жизни деятельной любви к окружающим людям, чем чаще будем причащаться, чем больше читать Писание, читать молитвы о живых и усопших, тем лучше будет всем тем, кто стал частью нашего большого рода. Так что в каком-то смысле наша жизнь влияет на жизнь усопших, влияет на жизнь живых. Из проповеди в проповеди мы сейчас говорим, что все битвы, все войны выигрываются сначала в духовной плоскости. Только потом же на поле боя, если нация, страна кается всенародно, исправляет свою жизнь, становится лучше, чище, ближе к любви, состраданию, снисхождению, то и духовный климат улучшается. Что касается стран, касается и семей. Поэтому в каком-то плане есть не то, что замещение, а исправление себя ведет к улучшению жизни наших почивших родных и вообще всего человечества. Но молиться вместо, так, чтобы зачлось ему, так это не работает. Это магия. А молиться так, чтобы получилось, по словам преподобного Серафима Саровского, «Стижи дух мирен, и тысячи людей вокруг тебя спасутся», вот это по-христиански, вот это правильно. То есть ты улучшаешь свою жизнь, привносишь в свою семью благодать Дух Святого, и потихонечку он распространяется по всему миру. Так что в каком-то смысле мы можем своей жизнью переживать жизнь другого человека, но только тогда, когда мы находимся в любви, и уже Божья благодать действует на окружающий мир, а не вот так, как я вначале говорил. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!